Сегодня памятная дата. 27 января 1944 года. Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Какой вклад внесли жители Ненецкого округа в ее прорыв, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях командир заполярного поискового отряда, член общества краеведов Ненецкого автономного округа Андрей Николаев. Андрей, здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Андрей, многие считают, что большинство наших бойцов сражались на фронтах Мурманской области. Так ли это на самом деле? Ну, на самом деле это не совсем важно, где сражались наши земляки. Но если быть точным, то, конечно же, Ленинград, Ленинградская область — это самые большие потери Ненецкого автономного округа. Если говорить в цифрах, то из всех погибших, а у нас их порядка 3300 с небольшим человек, я не говорю точно, потому что только за последний месяц, за январь, то есть вот за этот месяц, который у нас сейчас идёт, у нас добавлено 55 новых имён. Поэтому могу сказать, что последний подсчёт предварительный, когда мы делали, в Ленинградской области числились погибшими 556 солдат. 556 солдат. Если сравнивать с Мурманской областью, то это в два раза больше. То есть практически каждый шестой из погибших солдат и офицеров Ненецкого автономного округа погиб под Ленинградом. Но здесь нужно ещё понимать, что практически каждый третий из погибших, пропавших без вести, точнее сказать, каждый третий из списочного состава, который находится в нашей книге памяти, — это пропавшие без вести. Там каждый третий — это преуменьшенное число. То есть эта цифра всё-таки ближе к каждому третьему, но можно сказать, что и каждый второй. То есть мы сейчас говорим о четырёх компаниях по освобождению Ленинграда, да? Мы говорим, да. Мы говорим о тех людях, у которых в документах указано, что они погибли на Ленинградском фронте, либо похоронены в Ленинградской области. Я знаю, что на Синявских высотах очень много погибло. И вы даже ездили туда, да? Там как раз происходили раскопки. Расскажите подробнее об этом. Синявинские высоты — это большой очень район. Синявинские высоты — это позиции немецкие. Наши солдаты гибли на подступах к Синявинским высотам, на Синявинских болотах. То есть здесь тоже всё настолько распущено, что, к примеру, я могу сказать, что рабочий посёлок Синявина — это целая, как бы сказать, система посёлков, посёлки номер один, номер два, номер три и так далее и тому подобное, которые занимались торфоразработками. То есть это не какое-то конкретное место. То есть если вы читаете в документах, что ваш предок погиб в районе рабочего посёлка Синявина, это значит, что это огромная территория. Огромная. То есть это может быть и озеро Синявинское, это может быть болото, торфоразработки, всё что угодно, Гайтово, много где это может быть. То есть это такое округлённое понятие. А как останки удалось обнаружить? И вот вообще интересировать, что это именно житель Нинецкого округа, имя, фамилию, вы знаете? Ну, на Синявинских высотах, да, вообще в районе Синявина, там, мне кажется, в любом месте, где ни копни, мы там работали, конечно же, всего один раз. Но вот для понимания могу сказать, что даже для того, чтобы определить место под туалет или под костёр, нужно было сначала проводить раскопки и эксгумансовые солдаты. То есть там везде солдаты. То есть если раньше это были верховые солдаты, то сейчас это солдаты, которые находятся в земле. К сожалению, мы ни одного солдата с Нинецкого округа не нашли. Точнее сказать, нам не удалось идентифицировать таких бойцов. Хотя мы чётко понимаем, что одна из групп, которые работали, ну, с которыми мы работали, с которыми мы работали, так скажем, одна из групп поднимала захоронение, и уже через год по документам мы обнаружили, что в этом захоронении лежал наш солдат. Причём я знаю родственников этого солдата. То есть, ну, поскольку родственники считают, что их солдат похоронен уже давным-давно на Синявинских высотах, то, ну, просто-напросто, ну, как сказать, вот эти предположения, что этот солдат, тем более мы захоронили их тоже там же. То есть, ну, вот такая вот история. А как идентифицируют? По всему, что можно отнести к солдатам. Иногда можно определять там какой-нибудь там ромбик с петлички, да, он может стать ключевой фигурой. Да, ну, чаще всего, конечно же, ну, мечта поисковика — это найти медальон. Медальон или какую-нибудь красноармейскую книжку, документы, либо какие-то именные вещи, то есть, где подписано. Но с именными вещами тоже сложность есть. То есть, например, именной котелок мог быть, там, солдат погиб, а его товарищ там, или просто кто-то подобрал этот котелок с другой надписью. Мы находили котелки, где было по три имени. И пойди разберись, чей это там котелок. Причём котелок немецкий. Вот, то есть по именным вещам тоже определяют. Это сложнее гораздо. Вот, но таким образом тоже делают. Я знаю, что будет установлен памятный знак, да, в Ленинградской области. Так ли это на самом деле, когда он появится, чтобы жители нашего округа смогли отдать дань памяти? Ну, мы надеемся, что он появится. И мне кажется, что ничего не мешает в этом году поставить этот знак. Мы говорили об установке памятного знака на Синяинских высотах ещё в 2015 году. Но тогда весь этот разговор, как бы сказать, ушёл в небытие. Сейчас же в этом году ни мы стали, ни поисковики стали инициатором установки этого знака. Но неважно, кто устанавливает этот знак. Знак будет установлен администрацией. На Синяинских высотах есть две аллеи. Одна аллея, вдоль которой находятся плиты с семенами погибших солдат. А вторая аллея, она так называется, национальная аллея. Там установлены тумбы, примерно 3 на 2 метра, примерно, такого площади. И на этих тумбах разные регионы устанавливают знаки. И вот когда мы были в 2015 году на Синяинских высотах, там как раз напротив знака Ямал-Ненецкий автономный округ была пустая тумба. А знак Ямал-Ненецкий округ, он красивый такой зелёненький в виде чума. И вот тогда, ну, просто-напросто логично, как бы сказать, появилась такая идея, что вот хорошо бы здесь тоже было бы установить такой знак. Но это не первый знак. Такой знак от благодарных жителей Ямал-Ненецкого округа уже установлен на Пискарёвском кладбище. Не могу сказать, когда это было, но это было на нашей памяти не так далеко. А в данный момент вы работаете над книгой памяти. Вот когда началась работа и что представляет собой книга? В 2014 году мы очень плотно стали работать с книгой памяти. Ну, мы пытались почерпнуть там информацию. Мы делали большой проект, переход по пути алинотранспортных жилонов из Наримара до Архангельска. И по дороге по этой мы собирали материал, то есть разговаривали с людьми. И к концу этого проекта стало понятно, что огромное количество информации не соответствует огромное количество информации не достаёт. И так тихонечко-тихонечко стали анализировать, анализировать, анализировать. И в 2015 году было принято решение провести глобальную проверку всех имён, которые у нас вообще где-либо встречаются. То есть сколько у нас наработано было уже вот этих людей. И для того, чтобы это всё можно было анализировать, мы стали делать электронную базу, электронную таблицу. То есть, я не знаю, на мой взгляд, это впервые книга памяти стала формироваться в рамках электронной таблицы. То есть главный принцип — это, что книга памяти есть не книга с текстами, а это информация. То есть информацию нужно обрабатывать при помощи информационных каких-то инструментов. И потихонечку-потихонечку придумывалось это всё, потому что никто это не делал. Вот буквально сейчас, в конце этого года я ездил в Москву на конференцию международную. И оказывается, ну, по крайней мере, я не нашёл тех людей, кто делает точно так же, как мы. Но что позволило сделать электронная таблица? В конце концов, мы придумали разбивать данные все по солдату, разбивать на единицы информации. То есть одна единица информации, например, это область, где он родился. Вторая единица информации — это район. Третья — это сельский совет. Четвёртая — это населённый пункт. И вот таких единиц информации у нас сейчас примерно 150 на каждого солдата. То есть у кого-то есть в этом разделе информация, у кого-то нет. Что это даёт? Это даёт возможность сортировать списки по любым параметрам, по любым характеристикам. То есть я могу, например, я еду, например, через Лабожское, мы там проводим митинг. Я нажимаю «Место рождения Лабожское», и все, кто у меня проходит по этому населённому пункту, они у меня встают в один ряд. Точно так же я беру, например, 341-я высота Мурманской области, и у меня там 120 человек вдруг появляется. И вот эти сортировки дают возможность дополнять информацию, которая у кого-то есть, а у кого-то нет. Вот, например, у двух солдат есть информация о месте службы, полк. Указан полк. У одного есть дивизия, а у другого дивизии нет. А место гибели одно и то же. Этот полк не мог быть в разных дивизиях в этот день, поэтому ко второму спокойненько приходит дивизия. То есть это я очень грубо говорю, самая большая польза в этой системе — это то, когда мы вводим имена родственников, жены, например, и вдруг у нас появляется автозамена, жена у нас уже появляется, то есть она уже где-то есть в этой таблице. Мы включаем сортировку по данным жены, и у нас появляются два солдата, и мы видим, что это один и тот же солдат, только у одного ошибка. Причём она может быть в фамилии, в имени и в отчестве сразу, да, то есть, но мы видим, что всё остальное одинаковое. Вот, и вот таких вот солдат у нас выявилось несуществующих людей, то есть это, как бы сказать, ну, я бы сказал, ну, фантомы такие, да, то есть их никогда не было. Это не то, что там солдат не относится к Ненецкому, их просто никогда не существовало. Их уже больше 80, больше 80. Это просто вот красные кресты такие стоят, то есть его нет, этого солдата. Вот, и с 2014 года, в 2015 году мы делали это всё очень интенсивно, и стало понятно, что если мы так будем делать, в таком темпе, то нам на всю эту работу нужно 20 лет. 20 лет. Вот. И в 2015 году, а сейчас такой год, 19-й год. Сейчас 20-й, да. А, 20-й год. То есть, точнее сказать, в 2017 году, в 2017 году мы получили помощь этим проектом, заинтересовался губернатор Ненецкого автономного округа, и мы получили такую поддержку очень хорошую от губернатора. И в течение прошлого года и позапрошлого года мы смогли работать только с книгой памяти. То есть всё, больше никаких проектов, ничего не было, мы работали только с книгой памяти. То есть за год непрерывной работы, позапрошлым году, мы обработали 1500 человек. За прошлый год, который вот только что кончился, мы обработали ещё 2000 человек. Вот. На сегодняшний день у нас мощная база, которая в этом году будет опубликована в виде книги. Она, конечно, получается очень сырая, эта книга, потому что работы ещё очень много. Огромное количество работы. То есть мы планировали в декабре месяце уже эту книгу отправить на печать. Но до сих пор каждый день с утра и до вечера, без выходных, без праздников, без всего, каждый день мы правим солдат. Каждый день. То есть каждый день огромное количество писем. То есть как в Смольном не останавливается телефон, звонит всё время. Если телефон не звонит, то значит через ВКонтакте идут сообщения. ВКонтакте серию сообщений обработали. Начинаем проверять электронную почту. И вот этот бесконечный круг. Он идёт, идёт, идёт. Было затишье перед Новым годом. Мы успели отретушировать фотографии. То есть если у нас раньше было порядка 200 фотографий, то сейчас уже порядка 600 фотографий. То есть в три раза больше. И мало того, мы понимаем, что у нас мы выдадим на печать эту книгу всё равно с огромным количеством недоделок. То есть хочется доделать, поставить всем фронты, всем боевые операции. То есть чтобы было понятно, в какой боевой операции погиб солдат, на каком фронте. Хочется сделать, чтобы были качественные источники указаны. То есть мы посчитали, что если по 30 секунд тратить на один источник, на один документ, то для того, чтобы поставить во все документы три цифры, это фонд, опись и дело номера, нужно два месяца. Нужно два месяца работать с утра и до вечера. То есть работы очень много. То есть книга памяти — это будет не только обычная книжка, так сказать, но и информационный ресурс. Можно будет зайти, посмотреть, узнать о своём родственнике, где он приедет? Ну, пока мы говорим о том, что это база. Это хорошая, большая база, это мощный, добротный фундамент. Мы понимаем, фундамент, основанный на документах. Как найти его в интернете? Никак. Пока ещё нет, но когда он появится? Не стоит задачи такой на данном этапе, сделать его в интернете. Значит, если даже будет сейчас продолжение этой работы, потому что, в принципе, проект закончился в том году, а мы работаем, не останавливаясь, дальше работаем, то первым делом будет доделываться следующее. Будет оцифровка происходить документов военкомата, Ненецкий военкомат, потому что здесь у нас большой пробел, у нас нет этих документов. И у нас очень много вопросов по призывным, как сказать, по месту призыва солдат. Дальше будет продолжена работа по анализу газеты Нарьяна Вейнер. Мы сейчас провели огромную сверку по статьям, но это поверхностная сверка, она идёт только по тем солдатам, по которым возникает... Я солдатами всех называю, офицеров всех, просто солдаты и солдаты. То есть сейчас эта проверка по газете Нарьяна Вейнер идёт только по тем, по кому есть знаки вопроса. Дальше будет проводиться проверка по населённым пунктам. У нас несоответствие в населённых пунктах, это я могу сказать, с полной ответственностью. То есть те населённые пункты, которые мы проверили, у нас сейчас в них, в списках этих населённых пунктов, очень много солдат, которые мы не видим при надлежности к Ненецкому округу. Очень много солдат, которых никто не знает. То есть даже те, кто устанавливал их на обелиске. То есть фамилия и инициалы. Но даже при этом по фамилии и по инициалам бывает этот солдат, мы его находим. Хотя это бред, таких совпадений может быть очень много. То есть следующее, это будет проверка по населённым пунктам, то есть сверка этих писем, списков. И только после этого, только после этого можно говорить о том, что эту базу где-то можно будет её публиковать. То есть у нас на сегодняшний день нет таких ресурсов, ни финансовых, ни физических, для того, чтобы это можно было где-то публиковать. То есть даже, вот вы представьте, если у нас на сегодняшний день 3 300 солдат, вот представьте, если даже по 10 человек в день публиковать их хотя бы даже в соцсетях, сколько дней это нужно? То есть это можно публиковать, публиковать. А у нас уже, вот нас подпирает, нам постоянно звонят, подпирает такой факт, что люди хотят видеть в книге памяти вернувшихся с войны солдат. И это правильно, потому что в книге памяти должны быть все. Потому что у нас, если солдат пришёл и умер в 80-е, 90-е, 2000-е годы, и про него что-то ещё знать, если солдат пришёл с войны и умер через месяц в 43-м или в 44-м, его нигде нет. Его нигде нет. Он демобилизацию уже прошёл. То есть он уже не проходит по документам, которые опубликованы на общеизвестных порталах ОБД «Мемориал» или «Память народа». То есть всё, этот солдат потерялся, он может быть не похоронен. Огромное количество ветеранов, у которых не было семей, которые деревянные кресты стоят или ещё столбики какие-нибудь стоят на могилах, про них давным-давно всё забыли. То есть эти люди тоже должны вноситься, а это в два раза больше людей. Это 7 тысяч ещё человек. Вы можете себе представить? То есть это огромное количество людей. А люди, вы говорите, что звонят, они хотят не только, чтобы, наверное, какую-то информацию узнать или, наоборот, дать информацию родственникам? Звонят и так, и так звонят. И звонят, и дают. Во-первых, мы постоянно просим. То есть фотографии дать, какие-то данные. Да, просим фотографии дать, просим какие-то данные уточнить. Вот. Иногда люди прямым текстом просят помочь найти. То есть всё ищем с нуля. Вот бывает, знают, например... Много нашли уже? Нашли людей, которых не было в нашей книге памяти раньше. Да, вот люди ищут, например, родственника. Обращаются к ним. Почти полтысячи. Полтысячи. Огромное количество. Просто огромное количество. А где вы работаете? В архивах? Как узнаёте? Как ещё идёт эта работа? Наша такая, как бы сказать, беда в том, что мы делаем всё последовательно. То есть мы идём очень-очень последовательно. То есть за, ну, по сути, два года работы. За два года работы мы обработали, по сути, только один источник. Это ОБД-мемориал. То есть это обобщённая база Министерства обороны. Это очень узкий источник, по большому счёту. И в ней очень много ошибок. Но если, например, на конец позапрошлого года у меня из полторы тысячи половина была солдат без документов. То есть у меня стояло клеймо. Нет в базе данных. Нету их. То есть их не существует. После того, как мы набрались опытом, да, вот к концу прошлого года из трёх с половиной тысяч не было только четыреста. То есть мы уже их находим, вообще вот всех находим. С исковерканными фамилиями, с неправильными именами, вот, искажёнными там. Была идея такая записывать, как звучит город Наримар. Мне кажется, можно было бы книгу просто вот так вот написать с названиями, и как звучит город Наримар. То есть каких там только вариаций нет. Вот. То есть мы их находим. Огромное количество, вот мы в конце прошлого года перешли, на следующую стадию у нас мы стали работать с наградными документами. По наградным документам у нас, например, солдат не проходит, нигде нет по нему документов, что вот есть только, что он похоронен. Вот. По наградным документам мы его выявляем, что он в Ненецком округе призывался, да, там ещё что-то. Но в наградных документах нет данных на адрес жительства, место жительства. Они, как бы сказать, ну, закрыты, так скажем. Вот. Очень много дало информации обработка газеты Нарьяна Вендер. Очень много. Это вот квадец просто. То есть солдаты, будучи ещё живыми на войне, писали в газету статьи, письма там и так далее и тому подобного. О них писали их родственники, сослуживцы. Вот. Правда, часто воспоминания ветеранов, они все, ну, как сказать, ну, есть такое понятие, интерференция памяти, да, когда идёт наложение всяких событий, вот. Иногда они не состыковываются. Ну, мы, по крайней мере, видим, что этот солдат упоминается и, по крайней мере, ну, мы понимаем, что-то о нём идёт речь, да, то есть там напутаны какие-то вещи, но это не так страшно. Вот. То есть это вот источники. Мы не садились за архивы. Нам очень хочется, чтобы у каждого солдата было понятно место его работы до войны. У нас, у многих сделана такая, как бы сказать, такая вещь. Вот. Мы понимаем, там, сколько у нас солдат, там, Панарьяна, Виндер проходит, да, кто работал в газете, либо в типографии, либо на лесозаводе, либо на рыбокомбинате. То есть мы это понимаем. Но нужно переходить к архивным документам, которые не в интернете находятся. Это вот я уже сказал, что это книги призыва и карточки учёта Ниньского военкомата. Это книги, как сказать, учёта населения в деревнях. То есть нужно смотреть, потому что, ну, как сказать, много знаков вопроса остаётся. И обрабатывать дальше. В этом году Министерство обороны обещает открыть документы о всех участниках Великой Отечественной войны. То есть, в принципе, мы должны увидеть всех наших, вот, те 7 тысяч, которые у нас уходили с Ниньского округа. Вот. Работа, она не кончается. Она идёт, 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 двигается, двигается дальше. И вот последние два года она идёт просто в авральном режиме. С утра и до ночи. То есть вот так вот. А наш известный земляк, который совершил вместе с Гастелло подвиг, где он похоронен, Алексей Калинин? Ну, я так полагаю, что они сгорели с самолётом вместе, да. Но вообще эта тема, она такая очень двояка. Вот. Про неё можно почитать много различных формулировок. Угу. Вот. Поэтому, ну, я бы не хотел о ней разговаривать. Главное, что наш герой Алексей Калинин был, что он погиб, мы его помним. И очень хотелось бы, чтобы дом, в котором он жил, который стоит, хотя бы памятную табличку, если она до сих пор не установлена, давно не был в Нижнем Пёше, не знаю. То есть дом до сих пор стоит, да, и родственники живут там? Нет, там живут не родственники. Насколько я знаю, не родственники. Угу. У нас ведь, если говорить о таких вот ситуациях, которые требуют вмешательства органов власти, да, у нас ведь есть солдаты, погибшие во время войны, похороненные на территории Нинецкого округа. А любое захоронение участника Великой Отечественной войны является воинским мемориалом. У нас в деревне есть солдаты, привезённые. То есть села привезли. Да, да. И они покоятся здесь. У нас есть солдаты, которые погибли на территории Нинецкого округа. Причём наши же солдаты погибли во время войны у нас же на территории. Они там похоронены. И эти могилы оставлены. Оставлены. У нас есть... То есть это солдаты, допустим, раненые, пришедшие с войны? Нет. А как это получается? Это не солдаты, раненые, пришедшие с войны. Здесь на территории Нинецкого автономного округа, особенно на его западной части, была зона ответственности Северного флота. То есть мы знаем, что в Архангельске шли конвои по лингвизу, везли груза всякие разные. И здесь, как сказать, довольно-таки свободно, в первый год особенно войны, довольно-таки свободно курсировали немецкие подводные лодки, немецкие корабли. И у нас на Римаре, если даже посмотреть старые фотографии времён Великой Отечественной войны, у нас стоят в морском порту каталины самолёты, это охотники за подводными лодками. У нас на территории округа Карская военно-морская база располагалась в районе, выше деревни Несь у нас находилась береговая артиллерийская батарея. То есть это как раз же вход в Белое море. Вот как раз вот здесь вот похоронен матрос, который здесь, ну он не погиб, он умер от сердечной недостаточности, но он там похоронен в годы Великой Отечественной войны. Вот, у нас как минимум два самолёта, экипажи два самолёта, которые до сих пор не похоронены. Они так и лежат. Ребята, орденоносцы, все участники ещё, как сказать, до Великой Отечественной войны, военных конфликтов, война в Испании и так далее, вот, они лежат не похоронены. Мы, наш отряд несколько раз выезжал туда, но это огромные деньги, заброска только вертолёта. Это северный тиман, северный тиман, самолёт «Каталина», который мы обнаружили ещё в 2001 году. Мы его обнаружили, и в 2010 или в 2007 году, в 2010 году мы делали туда экспедицию совместно с «Боевым братством», и вот нами были обнаружены останки, но это не все останки. А кто эти люди? Это лётчики, это лётчики. У нас здесь находился военный аэродром, гидросамолёты «Каталина» здесь находились. Самолёт разбился, да? Самолёт, да, самолёт разбился, ударился о сопку и разбился. Два самолёта, экипажи двух самолётов. А сколько человек? Ну, на «Каталине» шестеро, и там, по-моему, четверо, много. Но это не жители Ненецкого округа? Это не жители Ненецкого округа. Ну как, они во время войны жили здесь? Ну они не похоронены здесь. А где они? Они прямо находятся на поверхности земли? Ну, когда самолёт падает, чаще всего лётчик остаётся в самолёте только тогда, когда он погиб в воздухе, и самолёт ушёл в штопор. Тогда он остаётся на двигателе, так мы говорим. Когда самолёт падает под каким-то углом к земле, то лётчики чаще всего, ну не чаще всего, всегда вылетают, как во время аварии автомобиля. То есть они вылетают через фонарь, а фонарь, вы знаете, у самолётов клетчатый такой, то есть он весь переломный, поэтому плюс животные, потом всё это было по осени. Поэтому это сложная работа, это нужно снимать весь вот этот, как бы сказать, муховый покров, там карликово-берёза, то есть это всё надо убирать, и солдат поднимать, собирать. Поэтому вот так, работы много, но попасть туда, попасть туда очень трудно. Тем более, ну там работы на очень длительное время для большой группы людей. То есть это надо делать большую экспедицию. Вот, это вот то, что касается самолёта «Каталина». А есть ещё самолёт, это самый скоростной бомбардировщик, тоже так же погибший, чуть в стороне. Вообще в том районе, там вот, как сказать, нами найдена информация, про несколько самолётов. То есть там был тяжёлый бомбардировщик ТБ-3, это такая легенда, да, довоенная. Огромный самолёт с размахом крыльев 35 метров. Вот, очень большой самолёт. Но там никто не погиб. То есть там один был пострадавший, у него был перелом руки, мы всю историю эту подняли. Единственное, мы только не нашли до сих пор, как бы сказать, ну, как сказать, экипажа. Кто? Мы не знаем, кто там был экипаж. Но мы знаем всю историю о их эвакуации, их спасении. Вот, самолёт «Каталина», самолёт Р-6, это который вёз из Нарильмара, вывозил моряков с погибшего судна. То есть моряки были там буквально везде, где мог находиться солдат, ну, человек везде, в крыльях везде. Этот самолёт упал, набитый битком, набитый этими моряками. Никто не пострадал. Вот, он очень мягко упал, ну, поломался. Сколько раз и неизвестно. Очень много всего. Да, фактов. Андрей, давай вернёмся к книге памяти. Наверняка зрители посмотрят и заинтересуются, может быть, захотят дать тебе какую-то информацию о своих родственниках, как тебя найти, куда обратиться. Ну, как уже выстроилась система? Самый простой способ — это через ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Вот, то есть найти меня очень легко. Андрей Николаев, город Нарильмар. ВКонтакте и всё. И там сразу видно, что идёт поиск. Но обычно какая-то информация, которую, например, мы запрашиваем у людей, она распространяется, ну, много где. Её перепащивают себе. Вот, то есть она расходится далеко. Вот, люди звонят по телефону, то есть тоже можно звонить по телефону, но очень часто звонят и говорят, что, ну, вот мы ничего не знаем, помогите. То есть люди пообщаться, надо общаться некогда. Общаться некогда, лучше писать. Вот, по электронной почте можно. То есть если найти меня в интернете, то есть если, например, вы не пользуетесь интернетом, а есть родственники, там, внуки, правнуки, если, хотя мне звонят очень пожилые люди, вот, они меня находят каким-то образом. То есть, в принципе, это не сложно. Можно обратиться, некоторые приходят в краеведческий музей, думают, что я работаю в Ненецком краеведческом музее, там объясняют, что нет, действительно, на самом деле, это не так, но дают все мои контакты, то есть не вопрос. Андрей, спасибо большое за твою работу, непростую. Спасибо, что пришел сегодня к нам в студию. Думаю, что никто не будет забыт. Да, мы тоже надеемся и делаем для этого все возможное. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был командир заполярного поискового отряда Андрей Николаев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»